Привет, друзья! В этом ролике расскажу об одной из своих самых первых партий, сыгранных вариантом Рассалимов с целянской защитой. В 1995 году против маэстро Александра Владимировича Пусенко на турнире с нормой мастера спорта России, где я занял третье место и, в общем-то, выполнил этот норматив, я сыграл вот такую партию. Е4, С5, у меня Ф6, слон Б5. Как раз тот самый вариант Рассалима в этой позиции у черных огромное количество ходов. Ж6, Е6, кони Ф6, Д6, кони А5, перст С7, перст Б6. Вот это только основные. Мой противник сыграл Ж6. Тоже здесь очень много разных способов вести борьбу. Есть, например, рокировка с идеей, на слон Ж7 сыграть С3 и захватить, побороться за центр, Д4. Мне понравился ход, как он бьет С6. Снова у черных есть возможность взять пешкой к центру. Тогда белым вроде бы рекомендуется отвечать рокировка. На слон Ж7, ладья Е1. Тут тоже у меня есть интересные партии, сыгранные в этом варианте. Партия против Александра Владимировича Лысенко игралась 16 мая 1995 года. А буквально через полторы-две недели в этом же варианте я обыграл, вот как раз после БЦ рокировка, он же 7, ладья Е1, обыграл Константина Чернышева, сильного международного мастера на тот момент из Воронежа. С рейтингом 2,510, если мне не изменяет память. У меня рейтинг на май 1995 года был 2,375. Совсем не высокий. ТЦ, H3. Ход неточный по причине отличного ответа Е5. Партии, на которые следует ориентироваться, это, по-моему, Широв Крамник. Ну и Овечкин Гагарин, тоже май 1995 года. Буквально через неделю, по-моему, после этой партии на командном чемпионате России меня Василий Гагарин должен был обыграть черными. Ход, причем не выпустил из дебюта, на 15 или на 16 году я уже мог сдаться, но он не нашел после длительных раздумий выигрывающий ход, причем достаточно простой. В дальнейшем я должен был его обыграть, потом возникла волшебная, что Ладья и Коль против Ладьи, и немножко подвигав, я устал и предложил ему ничьи. Ну, снабдив предложение соответствующими словами. Слон G7 менее точно, теперь белые играют D3. И вот это построение уже применялось даже и на самом высоком уровне. В матче Карлсон-Каруана в конце прошлого года было, ну, и в первой партии была система рассолима, и, по-моему, еще один раз она в этом матче встретилась. А в 95-м году теория варианта только начинала появляться, по сути. Ну вот, очень много очков мне принесла такая линия. Е5, слон Е3, теперь есть ход Б6, есть ход Ферзь Е7, Ферзь Д2. Теперь есть ход Конь Ф6, есть ход Б6. Вот черные... Очень многие хотят развить коня на Ф6, не допустив размена чернопольных слонов. Играют А6, и после Ферзь Ц3 остаются без пешки. И у белых отличная игра при этом на Ферзьевом фланге еще. Вот. Самый популярный сейчас ход, если мне не изменяет память, опять же, Б7, Б6, заранее заезжая пешку в Ц5. Рокировка. То есть, чаще, насколько я помню, играют все-таки Конь Ц3. На эту тему у меня тоже есть партии. Но, повторюсь, в то время теория варианта была в таком еще состоянии. Было много белых пятен, особенно для молодого кандидата-мастера. Что делать в этой позиции? Ну, сейчас чаще играют Конь Д7. Идея черных все-таки поставить пешку на Е5, отправить коня на Е6. Откуда он может попасть как на Д4, так и на Ф4. После рокировки у белых есть интересные ходы типа А4 или А3. С идеей где-то провести Б4. Ну, в дальнейшем. Коня можно ставить на Д2. То есть, не обязательно на Ц3. Ну, я не знал другой игры, кроме Конь Ц3. Ну, и теперь слон Е3. Тоже железный друг считает, что точнее слон Ф4. Хотя идея у белых та же самая. Значит, сыграть Ферзь Д2. Здесь тоже интересно А4 с идеей А5. Потромашить ферзевый фланг черных. После Ферзь Д2. Если черные играют Е5. То есть, вот такую стандартную игру я знал. То есть, был готов играть вот эти позиции. Хотя, на мой взгляд, перевеса здесь у белых быть не должно. Черные должны где-то сыграть Е7 и Е5. Ну, тем не менее, очень сложная такая борьба. Достаточно нестандартная для социлянской защиты. После Конь Ц7, естественно, отвечаем слон Х6. Размениваем важного защитника. И выясняется, что черные совершенно напрасно не поставили пешку на Е5. Сейчас у белых есть вполне разумный план. Пойти Ц3, Т4. Захватить центр. Ну, и пытаться доказывать, что падение центром. Дает им перевес. Плюс центр очень красивый, как я люблю. И у пешки Т4, Е4. Интересно было здесь Ферзь Д6. К ходу Ф6 у меня в крадочке, откуда я это выкопал, стоит знак сомнительного достоинства. И здесь на Ферзь Д6 можно сыграть, допустим, Конь Х2 с идеей Ф4. Потом Ф5, Конь Ж4. И неплохие шансы на атаку. Можно сыграть более скромно. Попытаться сначала черных ограничить на Терзьевом фланге. Главный недостаток в позиции черных это пассивный слон ЦУ. После Ф6 можно было сразу пойти Ц3 с идеей Д4. Но я решил еще поготовить это продвижение. То есть на Ц3 есть ход слона 6. Сразу Д4 не пойдешь. Я решил переставить ходы. Ход Конь Д4 мне казался совершенно невыгодным, так как у белых запускается в атаку пешка Ф. Белые где-то хотят пойти Ф5, но почему-то на Ц5 я этот ход не сделал. Здесь шансы на атаку у белых есть. И на мой взгляд вполне неплохие. Хотя черным вот так сейчас смотрю на позицию и понимаю, что тоже грех жаловаться на судьбу. Слон потихоньку выходит в игру. Если удастся провести Ц5-Ц4, не потеряв пешку Д4, то перспективы черных будут очень даже неплохими. Ход Конь Ж3 не точный. Белые хотят Ф5 все-таки пойти. И этому стоило помешать путем Ферзь С7. Ходу Ферзь Д6 у меня в книжке, ну и соответственно в тексте, который вы увидите. Ну, можете текст партии, как обычно, скачать с описания в ролике. У меня поставлен знак сомнительного достоинства. Хотя, по большому счету, он еще не все испортил этот ход. А вот ход после ладья ДЕ1 с фон Б7 все-таки уже серьезная, видимо, неточность. Черные попали под важный темп. Теперь на взятие у белых разбегаются глаза. Маэстро не стал брать. Можно сыграть ладья БЕ5 и давить на пешку Е7. Неплохие перспективы, мне кажется, у белых. Можно попытаться сыграть на атаку. Все-таки лишняя сдвоенная пешка черных совершенно не ощущается. Как бы я сыграл, сейчас я даже затрудняюсь ответить. Александр Владимирович увел ферзя на ДЕ5 и после Ф5 все силы белых оказались в игре. Черным просто очень сложно заищаться от этого набега. На ФЕ последовала ладья Е4. С идеей сыграть ладья А4. В тетрадочке у меня к этому ходу поставлен восклицательный знак. Хотя сейчас я смотрю и понимаю, что ход самый естественный. И у белых, в общем-то, матовая... Ну, выигрывающая атака. Е6. Здесь я очень долго думал. У меня разбежались глаза. В частности, напрашивается, например, Ф6. В связи с угрозой коняш 5 шаг. Черным, видимо, не спастись. Очень неплохо смотрится ФЖ. Оставляя черным сдвоенные пешки на линии Е. Ну, и здесь тоже шансы на атаку у белых очень даже неплохие. Пешка Е5, скорее всего, полетит. Но длительное раздумие привели к тому, что я посчитал очень длинный вариант. То есть я предвидел все события в этой партии. То есть посчитал вариант десятиходовый с небольшими ответвлениями. И сейчас вам его продемонстрирую. Эта партия получила приз от газеты «Уральский рабочий» как лучшая партия турнира. Севолод Казимирович Антушевич, который вел шахматный раздел в «Уральском рабочем», очень, как сказать-то, в общем, ему очень понравилась эта атака. Ладья Аш-4 угрожает Ферзь Аш-6. И на Еф конь бьет Ф5. Можно было сразу пойти Ферзь Аш-6, забрать на Аш-7, на Ж-6, атаковать при равном количестве материала. Но мы не ищем самых легких путей. И ход конь бьет Ф5, повторюсь, был посчитан. То есть ничего... Здесь было ладья бьет Ф5, ЖФ не меняет совершенно ничего. Последует Ферзь Аш-6, Король не может бить на Ж-8. А после Король Ф7... Так, что же я тут насчитал? Вот бы вспомнить. По-моему, просто Ферзь Бьет Аш-7. Нет, Ферзь Бьет Аш-7 не может. Потому что здесь на Ферзь Аш-6, Ферзь Аш-7. Ой-ой-ой. При подготовке ролика не записал такой важный момент. Ферзь Аш-6. Тогда получается, что ладья бьет Ф5. Ну, конечно. Не стоило и записывать. На Е8 уходить нельзя. На Ж8 нельзя. А на Король Е7. Ферзь Аш-7, Шах. Ладья Ф7. Ну и достаточно, наверное, взять на Ф7 и на Е5. Можно, наверное, с ладья бьет Е5 начать, забирая Ферзя. То есть, Король может уйти только на линию Т, Ферзь теряется в Шах. Да, Роман Юрьевич сумел вспомнить. Молодец. После ладья бьет Ф5. Форсированная игра продолжается. Король должен пытаться сбежать. Так как на Король Ж8 черные не могут закрыться их разъем. И несут огромные потери. Ну и после Короля Ф7, вход в партии, спастись очень тяжело. Ферзь Ж6, Шах. Теперь нельзя закрыться. Потому что теряется Ферзь и висит пешка на Ф5. То есть, ладья Е8, белая еще и пешечку важную прихватят. А после Король Д8, пара точных Шахов. Ферзь Е8, Шах. И слабое сложное было при расчете вариантов. То есть, это 31-й ход. Удар конь бьет Ф5 был нанесен на 22-м ходу. Ой, на 23-м, да? Ну, ладья А4 именно с этой целью было сыграно на 22-м ходу. С целью пожертвовать коня. То есть, ну, 9 ходов. В общем, самое сложное было поверить, что здесь вот без чистой фигуры. У черных нет спасения от Ферзь Т7 мат. Так как на Ферзь С6 последует Ферзь Бьет Е5, Шах. Ферзь Бьет Е3, Мат. Ферзь Б7 тоже не помогает. И даже после Ферзь Д7 я насчитал такую линию. Ферзь Е5, Король Б7, Ферзь Д5, Шах очень точный. И белое забирают на Д7. И потом либо слона, либо ладью на А8. То есть, черный король не в силах защитить на Д7 и на А8 одновременно. Ферзь Е7, так, поставлю здесь, нарисую, что здесь последовало соглашение маэстро с неизбежным. Вот, партия закончилась, и тут вот этого варианта. Так, ну, в общем-то, спасибо за внимание. Первый ролик на тему вариант Рассалима в социальянской защите подготовлен. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, кто не забыл. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, если задонатить, то мне вообще приятно будет. До свидания.